Мой Междуреченск. Твое приложение. Лесной пожар в поселке Усинский. О возгорании подробнее. Школьники написали первый экзамен, показали знания по информатике и географии. О всех событиях по порядку. На фото утонувший уазик. Спасатели вытащили машину из реки вблизи деревни Краснознаменка Новокузнецкого района. К сожалению, водителя спасти не удалось. Мужчина пытался переехать протоку реки, но машина начала тонуть. Кузбассовец не успел из нее выбраться. Трагедия произошла в начале мая. Похожий инцидент произошел на выходных в Междуреченске. Компания пыталась переехать вброд небольшой участок Томи. По имеющейся информации, Ниве сделать это удалось. А вот вторую машину снесло. О ситуации подробнее рассказал начальник Междуреченского поисково-спасательного отряда Андрей Казанцев. Здравствуйте. 28 числа произошла чрезвычайная ситуация. Машина попала в воду и один человек, к сожалению, не смог выбраться на берег. И какие меры приняли? Через час буквально была организована поисковая работа. Спасатели прошли на лодке от места происшествия до базы Междуреченского поисково-спасом пороге. Сегодня планируется продолжение осмотра берегов и островов на предмет вынос тела на берег. А что осложняет поиски? К сожалению, сейчас ситуация такая. Вода очень большая, мутная, поэтому затрудняются поиски именно из-за этого. Спасибо за информацию. Остается добавить. Междуреченцы, будьте благоразумнее и думайте о своей безопасности. И о других оперативных новостях. Междуреченка продала чужое золото, чтобы купить выпивку. Драгоценности отдала ей на хранение знакомая. Но 47-летняя женщина ее обманула. Подозреваемую оперативно задержали полицейские. К потерпевшей в гости пришла подруга и привела с собой свою знакомую, которая поссорилась со своим сожителем и попросилась пожить некоторое время у нее. Потерпевшая согласилась. Утром, отправляясь на работу, хозяйка квартиры отдала ей на хранение золотые украшения – два кольца и серьги стоимостью 35 тысяч рублей. Ранее она ювелирные украшения носила с собой, так как опасалась, что сын, проживающий с ней, может их похитить. Когда потерпевшая вернулась с работы, знакомой не было. Вместе с ней исчезли золото и куртка. Полицейские задержали подозреваемую. Призналась, украшения сдала в ломбард за 15 тысяч рублей. На все купила спиртное. Следователь возбудила уголовное дело по части 2 статьи 160. Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы сроком до 5 лет. Золото изъяли из ломбарда. Тепло вернулось в Кузбасс. Горожане отдыхают на свежем воздухе. Но порой на месте пикников потом остаются лишь пепелища. Лесные пожары – актуальная тема. От вашего костра могут потом пострадать гектары тайги. За этот год сельские старосты и инициативные группы предотвратили больше 13 тысяч возгораний в Сибири, Урале и Дальнем Востоке. Напомню, что особый противопожарный режим в Кузбассе продлится до 15 июня. Сегодня тревожный сигнал поступил от жителей Усинского. Горел лес. Подробнее расскажет Дарья Гречанникова. Это не поджог. Это подготовка к учениям. Согласно вводной, очаг обнаружила добровольная пожарная команда Камешков. Они патрулировали лесной массив в Усинском. В районе просил паутинство. Недалеко от завода Югус, в районе насосной станции, произошло задымление. Среди добровольцев Павел Нагайцев. Три года он в команде. Участвовал не только в учениях, тушил реальные пожары. Пожар разгорелся вокруг завода Югус. Огонь перекинулся на другие участки и охватил два гектара леса. В итоге тушить пришлось сразу четыре очага. В учениях задействовали всю систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Междуреченска. Пожарную часть Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций добровольцев лесничества и лесхоз казачества. Не остались в стороне и работники завода. Он расположен в лесном массиве, а потому пожарной безопасности особое внимание. У нас охрана как бы всегда патрулирует тоже лесные массивы. Если какое-то задымление, то также сообщается в пожарной части. Средства пожарного тушения также мы принимали участие, помогали тушить своими силами. Так как огонь горит практически везде, и оператор просто не может разорваться, поэтому мы берем камеру в руки и хотим показать вам масштаб учений. Меня защищают здание. Специально смачивают его водой, чтобы огонь не перекинулся на производственные помещения. Верховые лесные пожары могут распространяться по кронам деревьев со скоростью 60-80 км в час. Они очень опасны. Риск заключался в том, что пожар мог перейти на территорию объекта, на сооружение объекта. И далее при условии сильного ветра и запущения пожара, пожар мог перейти на поселок. По итогу учений все службы получили высокую оценку. Службы у нас работали оперативно, слаженно. Все, как мы запланировали, так оно и произошло. Единственное небольшое замечание – это внимательно слушайте команды, когда вам дают руководителю тушение пожара. Задача выполнена, на оценку отлично. МЧС напоминает. До 15 июня особый противопожарный режим. Категорически запрещено поджигать траву, мусор, особенно в лесу. За нарушение горожанам грозят штрафы. Дарья Гречанникова, Михаил Чканов. Новости Монеж-Дуреченск. Дожди в регионе прекратились. Но надолго ли? Уровень воды в Томи за сутки поднялся на 23 сантиметра. Сейчас он составляет 3,5 метра. Какая погода ждет на этой неделе, рассказали в Кемеровском гидромедцентре. На предстоящей неделе в Казбасе сохранится переменчивая погода под влиянием циклонов. Во вторник при прохождении теплого атмосферного фронта юго-западный ветер будет усиливаться до 19 метров в секунду и ночью сменит направление на восточное. Местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. Температура будет в пределах 15-20. Местами это больше северный район, а в пределах плюс 7-12. В среду мы будем также находиться в теплом секторе циклона. Температура еще значительно повысится. В четверг ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта. Температура днем будет в пределах 12-17, ночью в пределах плюс 6-11. Также в большинстве районов области оставляем небольшие дожди и грозы. Потепление постепенно пойдет в пятницу. Опять теплый фронт, теплый сектор циклона. И днем температура 17-22, ночью также в пределах 6-11. Народные корреспонденты рады хорошей погоде. Междуреченцы прислали десятки фотографий природы. Красивые кадры в рубрике «Народные новости». Такими яркими снимками делится с телеканалом «Июнь» Доминика Бусуркина. Удивительное рядом. Красоту природы замечает и Виктория Пархоменко. Весенние кадры на радость горожанам. Странную песочницу заметили горожане. Снаружи все в порядке, а вот внутри… Но песка здесь не ощущается. Стихия причинила ущерб. Столб не выдержал натиска ветра. Этому мужчине закон не писан. Несмотря на то, что доска объявлений перед ним, он все равно поступает так. Вера Фефилова, «Народные новости». В Республике Алтай лучшие пограничники получили награды Кемеровской области. Алтайское погрануправление охраняет почти тысячу километров государственной границы с Монголией, Китаем и Казахстаном. В прошлом году пограничники пресекли более 500 случаев нелегального пересечения границы. Как Междуреченск встретил День пограничника, об этом и не только в дайджесте. День пограничников В Кузбассе стартовал крестный ход сплав священнослужителей по реке Томь от границы с Республикой Хакасия до границ с Томской областью. Священники помолятся о благополучии земли Кузнецкой, посетят прибрежные населенные пункты, где проведут духовно-просветительские мероприятия. По воде участники сплава традиционно отправляются на катерах кузбасских спасателей. Крестный ход сплав – это такое мероприятие, которое проходит у нас в Кузбассе на протяжении нескольких лет. Кроме людей, по реке будет путешествовать икона Божией Матери Покров над землей Кузнецкой, особенно почитаемый здесь, у нас в Кузбассе. Планируется, что сплав держится в селе Зеледеево на границе с Томской областью. В Междуреченске утвержден график остановки котельных. С 1 июня ремонтные работы начнутся на Междуреченской. Районная котельная остановится со 2 июля. Ознакомиться с расписанием вы можете в группах «Телеканал Июнь» в социальных сетях. 28 мая стартовал основной этап единого государственного экзамена. Чтобы получить аттестат, выпускникам достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы по выбору. Началось тестирование с географии и информатики. В Междуреченске эти экзамены выбрали 88 школьников. Результаты будут известны не позднее 15 июня. Следующий экзамен «Математика» ждет выпускников 30 мая. Православные встретили День Святой Троицы. Его празднуют на 50-й день после Святого Воскресения Христова. Поэтому дату еще называют Пятидесятницей. Престольный праздник наша съемочная группа запечатлела в храме Святой Троицы. День Святой Троицы или Пятидесятницы – это великий праздник. Это событие, которое заключается в том, что 2000 лет назад Господь благодатью Своей соединился с человеком. То есть Бог-Творец входит в общество людей. Это то, что произошло в Пятидесятницу, происходит каждый год на гробе Господнем снисхождением благодатного огня. А в Пятидесятницу же апостолы приняли вот такой же огонь на себя – благодать, особенную силу Божию. Но она вошла в них, она соединилась с ними. И с этого момента вот эта робкая группа людей, апостолов, стали богатырями Духа. Они пошли во все концы. Они, собственно говоря, просветили всю Вселенную. И это событие важное. Почему? Потому что сама Троица, Пятидесятница – это есть рождение Церкви как Бога человеческого организма. Именно все, что совершается в храмах сегодня, в Церкви, это все совершается силой Божией, силой Духа Святого. И сегодня в таинстве хрящения, причащения, исповеди, венчания, миропомазания, мы с вами воспринимаем ту же самую силу благодатную, которую когда-то получили апостолы. Междуреченки стали чемпионками страны, вернулись со всероссийских соревнований по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, состязались в Чебоксарах. На ковер первенства России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет вышло около 270 спортсменок из 41 региона страны. Кузбасс представили 13 человек, в том числе и Междуреченки. В итоге наша сборная – лидер в командном зачете. Победа и в личном первенстве. Чемпионками России стали Виктория Хусаинова и Татьяна Кабанова. У Кабанова и Татьяны все победы с явным преимуществом, то есть уже 10-0. Хусаинова Виктория весь предварительный раунд провела с явным преимуществом и за все соревнования отдала только два балла в финале, тоже вполне уверенно выиграла. Телеканал «Июнь» продолжает акцию «Расскажи о своем герое». Очередная история о защитнике Отечества на ваших экранах. Татьяна Кабанова и Татьяна Кабанова Я хочу вам рассказать о своем дедушке. Моего дедушку звали Федоренко Николай Емельянович. Он родился 1922 года, когда ему дедушка закончил 10 класс, он пошел служить в армию. Его там научили хорошо копать окопу. 22 июня 1941 года он попал в обстрел под первую бомбежку от самолетов, и он попал в плен. Он сбежал из плена под чужую фамилию, и он снова начал защищать родину. В школе он хорошо изучал немецкий язык, и его часто отправляли для того, чтобы он подслушивал, что говорят фашисты. 9 мая 1945 года его отправили за письмом. Когда он взял письмо, ему надо было перебраться через реку. У дедушки еще был конь под названием Вороной. Дедушка сел на Воронова и пошел по льду очень аккуратно, потому что лед уже начинал трогаться. На другом берегу уже не было льда, и там было очень сильное течение. И он сказал коню, ну, Вороной, ну, мелок, выручай. Вороной прыгнул и зацепился копытами за другой берег. И он доставил письмо своему командиру. Там было написано, что объявляется Великая Победа. Победу они отмечали в Польше. За участие мы дали благодарственное письмо от Сталина. У дедушки было много орденов и медалей. Мой дед был храбрым человеком, и я им горжусь. На этом у меня все. С вами была Вера Фефилова. Таким был первый рабочий день недели. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин